Получается, что вся скотина в люди вышла, а куры со смеху передохли. Не жизнь получается, а смеха панорама. В том, что люди остались лежать, их могилы укрыты от взора. Раз нельзя больше так продолжать, мы уйдем от войны без позора. Война. Война, я не знаю, что это. Я вообще не знаю, для чего, зачем эта война нужна. Просто гибнут наши солдаты. На войне как на войне, как убивают. Война это война, объединяет людей очень сильно. Объяснить, что такая война, кто ее придумал, конечно, того человека наказать. И она почувствует гибель друзей, близких. Одним словом, определить, что такое война, нельзя. Это тяжелый труд солдата, офицера, к которому он должен быть готов всегда. А иначе разруха, гибели невинных людей, пацанов. Война. Война. Война стала главной темой дня для нас. Для тех, кто там, она стала жизнью. Война стала личным делом. Ну, я из-за чего. У меня брат здесь воевал в прошлой войне, двоюродной. Он тоже решил попробовать, испытать на себе, что это такое, пройти. Мечта давно была. Пока мечта. Побывать здесь. Мне многое дает для жизни. Чисто становишься мужественнее. Вот уже 4 месяца 506-й полк Приволжского военного округа принимает участие в проведении контртеррористической операции на Северном Кавказе. Когда-то здесь был Ханкалинский аэродром. Еще вчера здесь находились чеченские боевики. Сегодня сюда переместился командный пункт 506-го полка. Сейчас он находится в двух километрах от Грозного. Сейчас эти ребята уже ничего не боятся. Но тогда, в первые дни сентября и в первые дни войны, сначала был Дагестан. Вчера еще они новые, все узнавали, все местное население. В Дагестане относились хорошо, местное население. Прям даже приветствовали. Дети все махали руками, ехали когда на поезде сюда. В Чечне, конечно, не так. Конечно, они относятся к нам похуже. Они вроде бы как бы нам рады, но в душе не знаю, что у них там творится. Ожидать можно всего. Утром они улыбаются, а вечером нож в спину и концы в воду. Но и к этому уже привыкли. Здесь ко всему привыкаешь быстро. Страх, как сказать, растяжимое понятие. Волка бояться в лес не ходить. Уже все в порядке вещей. Живем как дома. Ну что, привыкли уже ко всему. Сейчас чуть покруче стало. Больше стреляют. Войны побольше. Но есть одно слово «шифровка», к которому еще никто не привык. Не привык до тех пор, пока даже здесь остается человеком. Двухсотый. Груз 200. Друг, которого больше нет. Первые ощущения от выстрелов. Такие непривычные. Не верил, что это война. А как пошли грусты. 200, то уж началось, думки, что это война настоящая. Когда я впервые узнал, что погибли первые ребята здесь. Что ты почувствовал? Ну, я представил, как они придут домой. Только не так, как должны были прийти. И что, будут что-то техни родители, друзья. Обидно было. Просто-напросто. Не верится. Когда утром с ним пьешь чай, а в обед его убивают. Или вечером его, он погибает. Они все погибли. Геройски. Пацаны молодцы, конечно. Но у них дальше уже жизни нет. И не надо войны. Они могли жить, расти детей. Состариться. А так они были и нет. Парень. У него как раз. Тоже? Что здесь? У него был день рождения. В общем, он только успел его до обеда спройти. После обеда я уже не стал. Я мог бы от чистого сердца сказать спасибо за таких сновей. Огромное спасибо. Потому что они многое сделали. И для нас, и для России. Для всего. Для всех. Вот здесь вдруг погиб тоже. Ну, с разведроту парень. Ну, вывел. Вывел командира роты своего и всех остальных товарищей из окружения, а сам погиб. В эти минуты они задумываются. Кому нужна война? Зачем она? Кому она нужна? Да никому она не нужна. Просто, наверное, есть люди, которые хотят, может быть, нажиться за счет других. Это несправедливо, но люди бывают разные. У каждого человека свое на уме. Все, конечно, там, закладывается в основном-то все родителями, но все равно, что бывает, такой есть человек, на которого не в силах никто повлиять. И он что хочет, то и делает. Война не спрашивает, кто за что воюет и почему воюет. А солдат, он есть солдат. Он выполняет свой долг, он выполняет свой приказ. И это по-мужски. Я даже не знаю, как это сказать вообще. За родину или как. За родину. Это не наша земля. Это не наша земля. Мы не за себя воюем. Нас просто послали. Был приказ, ехайте, и все. От приказа не отступишь просто. Сказали, поехали. Сели, собрались, поехали. Да мы еще, может быть, даже ничего не понимаем в этой войне. И все-таки война стала их жизнью. Их война. За своих. И приказы отступать они не поймут. Не простят. Они вот Дагестан взяли. Они могли и дальше пойти. Они бы так же там, там у нас граница, там Таджикистан, там еще какие-то там границы. Все бы они захватили так же. И дальше. И может, и на Россию потом пошли. Пока грозы не возьмем, не уедем от всего. Как грозы возьмем, так и приедем сразу. Ее сейчас прекращать, я думаю, нельзя. Потому что врага уже почти добили. А не в моих, не в ваших силах прекратить ее. И все-таки даже здесь они остаются мальчишками. Верят приметы в домовых, которые принесут им удачу и сберегут от пуль. Вот этого домовенка сюда на передовую прислал 7-й Г-класс из Тотского 2. Для ребят из 506-го полка он как символ того, что они смогут вернуться домой живыми. Они пообещали себе и друг другу, что когда вернутся домой, обязательно заглянут в 7-й Г-класс и отдадут им домовенка, который прошел всю войну вместе с ними. В каждой роте есть свой талисман. Военный. Этот щенок живет у связистов. Они подобрали его в Канаве при взятии Терского хребта. В том бою не погиб ни один солдат. И мелкий прижился. Его назвали Терек и даже звание присвоили. Сержант. Гахнул. Не смущался. Еще живет здесь отгорская кошка с разными глазами. Один желтый, другой голубой. Правда, она со своеобразной тактичностью отказалась общаться с нашей съемочной группой. Видимо, таким образом не хотела ударить мордочкой в грязь и поддержать гордое звание лейтенанта. Да и кличку свою оправдать. И в самом деле, негоже Маркизе в серо-белом от пыли одеянии позировать для Самарской области. Ребята на этот счет оказались более сговорчивыми. Скажи, какой у вас такой анекдот. Анекдот? Любимый. Два наркомана сидят на болоте. Ну, план кончился, ничего нет вообще. Что-то надо догнаться как-то. Ну, один говорит, давай лягушку поймаем, короче, засушим, прибьем, короче, хапанем, все нормально будет. Давай, короче. Пловит, сушит, прибивает, короче, хапанули все. Раз. Один другу молит, ну, квак, пак, вайф. Еще здесь зачитывают дадыр письма матерей, жен, девушек. Рады каждой весточке с Родины. Когда привозят гуманитарную помощь из Самары, на несколько минут жизнь в полку замирает. Солдаты и офицеры толпятся возле коробок и слушают последние новости из мирной жизни. То, что из Самары, я, вы знаете, да? Вот, ребята, буквально перед отъездом мы были в госпитале. Подходит один парень, солдат. Подходит ко мне и дает мне 100 рублей денег. Я ему говорю, ты даешь что-то купить тебе? Он говорит, нет, вот деньги на эти деньги, пожалуйста, купите сигарет и отдайте там солдатам. Не могу. Не плачь. Вот эту посылку. И еще вот эту посылку, которая от погибшего капитана принес отец и его брат. Там есть письмо. Мы читали это письмо. В котором они просят помянуть сына. Это заместитель командира второй роты. Сейчас он выполняет обязанности погибшего капитана Ерошкина. Он приехал сюда с передовой на 5 минут. И сразу же обратно. История о капитане Ерошкине, который вывел из окружения своих ребят, а сам погиб, стала здесь уже легендой. Есть и еще. Например, о командире разведроты, который шел на задание и в течение пяти дней ничего не ел. Боялся, что если возьмет в рот хоть один кусочек, погибнет его солдат. Тогда вернулись все. В той войне, в детстве, в которую играешь, всегда остаешься живым. Как бы тебя не убивали. А тут был ты жив. Несколько секунд и нет тебя. А тут один человек, начальник комендатуры Сергей, пишет стихи. Потом перекладывает их на музыку. Вот одно из любимых четверостишей 506-го полка. В наших глазах и надежда, и боль, очень хотим мы вернуться домой. Несколько слов, лишь сказать нам позволь. Мы здесь чужие, но с вами душой. Это наши защитники. Если бы их не было, навряд ли было бы что-то спокойное на душе. Потому что раз есть такие парни, которые смогут защитить свой дом, свою семью и самих себя, значит, они смогут защитить и всю страну. С первых дней января ситуация в Чечне обострилась. Тяжелые бои идут в Грозном, населенных пунктах Вединоши, Али, Кадорское ущелье. Кстати, недалеко от Аргуна стоял и 506-й полк в то время, когда приехала наша съемочная группа. Мы оказались первыми журналистами, которые добрались до них. И мы оказались первыми людьми, которые приехали сюда не воевать, а просто рассказать о них, безымянных солдатах, об их жизни здесь. И первая просьба, с которой ребята обращались к нам, передать привет родным. Во-первых, здравствуйте, милые мои родители. Скоро я должен вернуться. Срок у меня выходит 1 января. Мама, у меня все нормально, я жив-здоров. В остальном все отлично. Скоро буду дома. Будем надеяться, что скоро. Мама, я жив-здоров. Скоро вернусь домой. Я хочу передать привет родителям, родным и близким, друзьям, подругам, всем, кто меня знает, ждет. Вернемся скоро, ближе к весне. Я передаю привет маме, папе, если они меня видят, слышат. Подруге, друзьям, близким, одноклассникам. Всем, кто меня знает, кто видел хоть раз, кто со мной знакомый, всем привет. Я скоро вернусь. Мама, папа, сестренка, я передаю вам большой привет. Со мной все нормально. Жив-здоров. Я скоро приеду к вам домой. Я передаю привет своей матери, отцу, бабушке, а также сестренке. Я жив-здоров, мама, не волнуйся. Со мной все будет нормально. Пока. Я передаю привет родителям, брату, которые меня очень ждут. Самой любимой подруге Иринки, которая меня ждет. Надеюсь пока. Писал письмо, что жду. Но я не знаю, когда мы приедем. Говорят, может в январе, феврале, может весной. Пока грозу не возьмем, не уедем отсюда. Дорогие мои родители, папа, мама, все родственники, бабушки, дедушки, братишки, сестры. Передаю вам большой привет и хочу вам пожелать здоровья, счастья. И хочу вас поздравить с наступающим Новым Годом. Пусть у вас все время будет все хорошо, спокойно. За меня не волнуйтесь, скоро вернусь. Ждите, я скоро приду, все будет нормально. Очень рад, что Самара приехала сюда, просто не думал. Навряд ли дойдет мой привет до дома. Я с Ивановской области, город Фурманов. Если кто меня может увидеть, всем привет матери, пацанам, которые меня ждут, девчонкам. Во-первых, хочу передать привет своим родным и близким, друзьям и своей любимой девушке. Я передаю привет своим родителям, близким, друзьям, знакомым всем, кто меня ждет дома. Хочу поздравить всех с наступающим Новым Годом. Пожелаю счастья, здоровья, успехов, благополучия. У меня все нормально, мама. Я скоро приеду, ждите. Все будет хорошо. У меня все хорошо, короче, скоро приеду. Здорово, Олег. Привет, мама. Скоро вернусь уже, где-нибудь так, в январе. Да, может быть, в январе. Я хотел бы передать привет всем, кто нас видит, будет смотреть. Все, кто нас ждет, огромное большое спасибо за тех людей, которые в нас верят, кто нас поддерживает, кто верит в то, что мы все-таки вернемся, а мы все-таки вернемся. Ну и хочу... Один...